Мне удалось найти страницы из зал картографии. Зачем же мне книга? Отправляетесь на поиски новых приключений? Я снова в Хогвартсе? Интересно, когда вернется профессор Фик? Я ведь обещал ему не забрасывать учебу, пока его не будет. Но мне столько всего нужно успеть, пока он не вернулся с книгой. Акзо! Вы должны выучить Депульса, отбрасывающие чары. Они пригодятся, чтобы двигать предметы или расталкивать противников. Выполните необходимые задания и встретимся в моем классе. Поди прочь! Ну же, Аннабель, это было так давно! Я давно извинился и говорю же тебе! Прости, прости! Давай не будем терять голову! Мне очень жаль! Я не хотел! Ребелие! Ребелие! Продолжение следует... Ревелер 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 Ревел 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 Продолжение следует... 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 Впереди ты можешь видеть сады, загораживающие окна гостиной Пуффендуэ. Трудно там людям с боязнью закрытых пространств. Как у Эверета выходит летать так быстро? Полезный совет! Чтобы резко ускориться, наклонись вперед! Это поможет, если нужно будет выбраться из переплета. Совсем другое дело! У тебя в родне гиппогрифов точно не было? А вот и знаменитый мост! Только подумай, сколько магии его держит! Погляди на него! А там советник! Он у нас здоровенный, правда? Ха! Сразу и совет, и экскурсия по Хогвартсу! Отличная прогулка, Эверет! Это свисток Кагавы! Пора заканчивать с экскурсией! Скорее! Возвращаемся! Похоже, она уже всех отпустила. Надо поскорее вернуть метлы на место! Слезь с метлы! И где же вы двое пропадали? Ой, здравствуйте, профессор! А мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарована. Вы все еще в этом классе, потому что... Я... Потому что до сих пор не умеете уважительно относиться ни к своей метле, ни к себе самому. Но, профессор... Довольно! На сегодня урок окончен. Что касается вас, думайте о последствиях, прежде чем принимать решение. Не вешайте нос. Летали вы весьма недурно. Жалко, что Кагава нас поймала. Но, согласись, эти виды того стоили. Возможно. Но мы все-таки попались, и теперь Кагава это запомнит. Да нам просто не повезло. Я был уверен, что она нас не заметит. Но это не важно. Ты отлично управляешься с метлой. Будь у тебя метла получше, тебе бы удалось в два счета обставить Эмельду. На уроках Кагавы она лучшая. Я бы тоже показал себя, если бы у меня была своя метла. Ненавижу возвращать школьную после урока. Значит, нужно купить метлу. Если можешь, купи. Жаль, что я не могу. Обязательно сходи к Алби Уиксу в Круголедку. Это в Хоксмеде. Ему часто нужны добровольцы для испытания новых моделей. Буду ждать тебя в небесах на новенькой метле. Если бы я мог себе позволить новую метлу «Яркая искорка» из Круголедки, я бы сейчас на ней летел. Здравствуй! Удалось продвинуться? Если хочешь позаниматься запрещенными заклинаниями, жди меня возле кабинета защиты от темных искусств. Неподалеку есть одно тайное место. Добрый день! Мне не помешает помощь с доставкой, и я подумал, что вас это заинтересует. Если решите подзаработать, зайдите в лавку зелий Чая Пепина. Приходите в коридор седьмого этажа как можно скорее. Я знаю, как помочь вам сосредоточиться на учёбе подальше от посторонних глаз. О, новое лицо! Чудесно! Здравствуйте! Вы мистер Уикс? I'll be Wix к вашим услугам. Добро пожаловать в Круголёдку. Извиняюсь, если вы приходили, но было закрыто. Лавка закрыта из-за потери торговых путей. Пришлось ехать в Лондон, чтобы встретиться с поставщиком. И я только вернулся. К счастью, не с пустыми руками. Полагаю, вы подыскиваете себе метлу. Например, у меня есть тлеющий порыв, серебряные стрелы и пряди ветра. Любой из них вы останетесь довольны. Они все хороши как по качеству, так и по характеристикам. Это проблемы с торговыми путями вынудили вас закрыть Круголёдку. Дела плохи. Торговые пути уже перекрыты. И всё из-за преступников, которые угрожают деревням. Я бы мог, конечно, и на метле полететь. Но попробуйте-ка полетать с таким грузом за спиной. Не так уж просто. Ну ладно, пора работать. Захотите купить метлу? Дайте мне знать. Можете рассказать побольше о своих метлах? Это моя страсть. Я могу рассказать всё о любой модели. Вот взять пряди ветра. У них ручки сделаны из ясеня. На тисовых ткачах почти не летают. Из-за репутации тисовых волшебных палочек. А вот тлеющий порыв, известный своим узором. Когда работаешь с метлами, каждый день это кружит голову. Именно поэтому я так и люблю свою лавку. У вас огромный выбор метел. Я осмотрюсь, если вы не против. Вам что-то подсказать? Вы будете в восторге от этой метлы. Обещаю. По сравнению с метлами на уроках Кагавы, любая другая покажется достижением техники. У всех моделей есть ограничения. А вы, кажется, заинтересованы в несколько усовершенствованных моделях. Я вас слушаю. Ха! Я знал, что не ошибся в вас. Думаю, на небольших высотах вас вполне устроят лётные характеристики метлы. Но, возможно, вы замечали, что если подняться выше, возникают колебания. Уверен, что смогу это исправить. У меня есть парочка идей, назовём их улучшениями, благодаря которым можно будет повысить характеристики метлы. Поэтому мне нужен доброволец, который испытает метлу в полёте и поделится опытом для улучшения метлы. Так уж вышло, что ученица Хогвартса, Эмель де Рейс, использует заброшенные маршруты для гонок на время. Сообразительное. В такой ситуации можно собрать статистику полёта. Если победите в соревновании на лучшее время, приходите ко мне и расскажите, как вам метла. Тогда я смогу доработать первое улучшение. Что скажете? Давно ли вы увлекаетесь метлами? С момента, как увидел свой первый матч по квиддичу. Я наблюдал за полётом игроков и их манёврами. Правда, есть и такие, кто до сих пор сомневается в моих идеях. Надеюсь, это вас не остановит. Я изобрёл нечто стоящее. Зачем вам нужен именно мой отзыв о полёте на этой метле? По правде сказать, я пытался уговорить Эмельду, но есть у неё такие причуды, из-за которых с ней сложно работать. Мне нужен такой человек, который отлично летает на метле. Эверет мне сказал, что у вас врождённый талант. Он вечно торчит здесь, изучает модели, так же увлечён метлами, как и я. Если ваш безмерный талант к полётам поможет вам превзойти Эмельду, я буду безмерно благодарен за оценку метлы. Похоже, вы ходили на уроки мадам Кагавы. Посещал. Но я копался в элементах метлы, вместо того, чтобы оттачивать полёт. Ей такое мало нравилось. Она согласна, что мне лучше работать здесь. Обоим было бы трудно представить, как я отбиваю бладжер и западал мир Юнайтед. Ну, а мне приятно ставить на место скептиков, думающих, что я слишком молод, чтобы управлять магазином. И с вашей помощью я в который раз докажу, что я самый компетентный поставщик спортивных товаров для волшебников. Кажется, это интересно. Сделаю всё, что смогу. Благодарю. Оно вам точно пригодится. Если я прав, новое улучшение позволит усовершенствовать метлы. А ещё я предлагаю вам хорошую скидку. Гонки на время тоже весело. Эмельда вам всё расскажет на площадке для квиддича. Скажите мне, когда победите Эмельду? Ревеллио. Рвение мистера Уикса просто восхищает. Продолжение следует... 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 Есть! Отлично! Получилось! Хоть кто-то оценил? Как так? Это явное жульничество! Ты не... Ладно! Победа за тобой! Но не думай, что на этом всё! По одной гонке нельзя судить о том, кто что умеет! Да брось! Конечно, моя победа говорит о многом! Могло быть и хуже! Но тебе ещё придётся показать себя, если хочешь заслужить моё уважение! Я не ищу уважения таких людей, как ты! Ты же только и делаешь, что всех оскорбляешь! А вам всем просто нужно не принимать всё так близко к... В общем, я перехожу к следующему маршруту! Он возле Айрондейла, и он намного сложнее! Можешь подготовиться, полетав по этому маршруту! Просто подойди к помосту, туда, где список лидеров! Там сможешь узнать своё время и начать гонку! В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью! Раз уж речь о поручении Алби Уикса! Думаю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Рейс должно быть в шоке! Ну что, как метла? В целом неплохо. Хотя её порой мотало из стороны в сторону, да и скорости бы добавить. Надо сказать, что иногда на поворотах её немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался свист. О, благодарю. Хм... Именно это мне и нужно было знать. Заносит, ага. Сейчас же приступлю к работе. И тогда даже самые закоренелые скептики признают, что у моей работы был потенциал. Ваши способности совершенствовать метлы поставлены под сомнение? Вы удивитесь, но люди ужасно консервативны. Говорят, что если и так нормально работает, то нечего и лезть ломать. Ах... Такие люди не ценят чувство свободы, которое дарит полёт на качественной метле. Им наплевать на творческий процесс и всё, что с ним связано. У моего друга в Риме тоже магазин. Говорит, ему ещё хуже. Проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают вздремнуть. А где бы мы были без улучшений? Представьте, что Эллиот Смитвик слушал бы скептиков. И кто тогда придумал бы амортизирующие чары? Не терпится узнать больше. У меня предчувствие, что улучшение получилось, что надо. Уверен, вы будете довольны. Скоро я с вами свяжусь. Хм... Как же решить проблему высоты по отношению к скорости? Ну, здравствуй, Хоксмит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот бы я как-то мог противостоять Я всегда говорила, что путешествие расширяет сознание Сюда! Себастьян, давно не виделись Действительно, хорошо, что мое сообщение тебя достигло Мне нужно тебе кое-что показать Хочу поблагодарить тебя за твой поступок в библиотеке Конечно, Пергам пыталась меня наказать Но я умею выкручиваться из подобных ситуаций А ты взял вину на себя Это дорогого стоит Получилось найти искомое? Да, но кое-чего не хватает Я не уверен, что нам стоит обсуждать это здесь Я согласен Давай продолжим наш разговор в крипте О ней никто не знает, даже преподаватели Сюда! Здесь тайный проход Он отлично замаскирован Как ты нашел это место? Мой друг, Оменис Мракс Он назвал это место криптой Здесь мы когда-то играли в Плюй камни С моей сестрой Анной Она обожала эту проклятую игру Я бы все отдал, лишь бы еще разок ей проиграть Предупреждаю Я поклялся Оменису, что буду хранить это место в тайне Так что прошу, пусть это останется между нами Он очень закрытый Но мне доверяет со дня нашего знакомства Не хотелось бы потерять его доверие Мы ходили сюда почти каждый день И нас ни разу не поймали По-моему, мы с Оменисом виделись на уроках зеливарения Или травологии Я заметил, что палочка помогает ему ориентироваться в замке Да У Омениса врожденная слепота И ни одно заклинание не способно его вылечить Его палочка, кажется, обладает собственным разумом Впрочем, меня это не удивляет А Ливандр всегда повторяет, что палочка выбирает волшебника Это она помогла ему найти это место? Нет, ему кто-то из родных рассказал У Мраксов полно всяких тайн Я никогда не слышал о ней ни от кого другого И никого больше здесь не видел И ты никому не говори, что был здесь Особенно Оменису Он не питает теплых чувств к членам своей семьи с их секретами Но это место ему по-настоящему дорого Хорошо Но почему Оменис не питает теплых чувств к своей семье? Его родственники со стороны отца прямые потомки Салазара Слизарина Одного из четырех основателей Хогвартса Они одержимы чистотой крови Ну, во всяком случае, большинство из них Оменис их не выносит и не скрывает этого В общем, крипто идеально подходит для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз И даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях Правда? Каких, например? Можно попробовать взрывающее заклятье Преподаватели считают, что оно не для учеников Похоже, это и правда опасное заклинание Ты говоришь, как Оменис Он тоже не одобряет запрещенные заклинания Хотя это выучил охотно Такие заклинания, как конфрингу, опасны только для неумелых волшебников Не нужно ничего запрещать Надо просто учить как следует Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем Но тебе стоит освоить его Я научу тебя Здесь это будет безопасно Не торопись Здесь нужна привычка Повторяй за мной движение палочкой Само заклинание – конфрингу Хорошо У тебя получается Попробуешь его в деле? Только цель... Незачем разносить крипту Потренируйся на этих канделябрах Оба этих заклинания полезны по-своему Но конфрингу дотягивается дальше Чем, например, Инсендио Конфрингу Молодец Как ощущения? Неплохо, только жарковато Привыкнешь Вот так Кажется, получилось Отлично Надо признать Мне понравилось Мы с Аменисом себе брови опалили Когда только начали учить заклинания конфрингу Хотелось бы мне на это посмотреть Я думал, нам никогда про это забыть не дадут Но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное Взрыв и правда накаляет обстановку Понятно, как вы лишились бровей Ты привыкнешь Мы с Анной и Аменисом часами тренировались здесь Эта крипта была нашим убежищем Давненько я не приходил сюда Без Анны здесь совсем по-другому Очень жаль твою сестру Хотелось бы мне чем-то помочь А может, поедешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Фелдкрафт? Познакомишься с Анной? Может, удастся ее малость подбодрить Давай встретимся, только скажи, когда Анна так скучает по Хогвартсу Она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном Дядей Соломоном Увы, с ним тебе тоже придется познакомиться Знакомство с новым учеником как раз то, что ей нужно Буду ждать с нетерпением Отлично Кстати, о чем тебе не хотелось говорить со мной в зале? Даже не знаю, с чего начать По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает Это как-то связано с Виктором Руквудом? Он ведь совсем не принял тебя за кого-то другого в Хогсмите, правда? Вижу, тебя не проведешь Ладно, расскажу, что знаю Руквуд и Реннрок считают, что у меня есть одна вещь из сейфа Гринготса И пытаются ее вернуть Из Гринготса? А когда тебя успело туда занести? Мы с профессором Фигом очутились там после нападения дракона Попали через портал Через портал? В Гринготс? Ну, это немного запутанная история Я тебя внимательно слушаю Обещай, что это останется между нами Я же рассказал тебе о потайной крипте Ты тоже можешь мне довериться? Ну хорошо, я скажу Я вижу следы древней магии Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого Что это вообще за древняя магия? Честно говоря, я толком и не знаю Знаю только то, что могу различить шепот древней магии, который не замечают другие Мы с профессором Фигом думаем, что Реннрок научился каким-то образом использовать эту силу Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить А эти твои способности? Благодаря им ты тоже можешь использовать эту магию? Ну... Я даже не знаю Что ж, сообщи, когда узнаешь Я давно занимаюсь изучением архаичных форм магии Может, вместе мы разберемся? А пока не помешает уделить немного времени взрывающему заклятию Раз уж за тобой охотятся Руквуд и Реннрок Можешь оставаться здесь столько, сколько нужно И помни, никому не рассказывай об этом месте Как буду в Фэлкрафте, пришлю тебе сову Привет, Себастьян Подожди Эй! Я тебя слышу! О, привет! Ты Оменис, да? Кажется, мы вместе ходим на зелеварение И травологию вроде Знакомый голос Я слышал, как ты говорил с Гарретом Уизли на уроке зелеварения Ты тот новый пятикурсник Ты только что вышел из Крипты? Как ты зашел туда? А эта комната называется Крипта? Ага, ну, меня в этот странный проход, в общем, случайно занесло Вот Не надо врать мне! Никого не может занести сюда случайно! Это Себастьян тебе рассказал Скажешь кому-то хоть слово об этом месте И даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не спасет! Мой отец дружит с директором И я не постесняюсь использовать свои связи, если понадобится Не нужно мне угрожать Я не скажу ни слова про твою Крипту И Себастьян хороший друг Не надо сразу думать о нем худшее Меня не интересует твое мнение о моем самом давнем друге Спасибо большое Оменис, я просто хочу сказать Я знаю, что ты хочешь сказать Себастьян уже и так вляпался Обойдется и без твоей помощи Себастьян еще об этом наслушается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому